У нас сегодня сильный ветер. Снова в больницу. Дубль 100500. У нас сегодня дождь. Хотя вчера было солнце. Побывала я уже ни в одной больнице сегодня. Сходила всё-таки, сделала то прикрепление, которое мне нужно было. Ну, именно в поликлинике. А в женскую консультацию вообще прикрепление не нужно делать. Именно отдельно приходишь, просто записываешься на приём, как оказывается. И потом с этого приёма тебе заводят карту, соответственно. И после этого у тебя есть карточка, всё. Ничего не нужно бегать, ни у кого подписывать. В общем-то, да. Всё довольно-таки просто. Намного проще, чем в поликлинике, в которую я ходила. В общем, я всё сделала. Теперь в четверг аж только пойду записываться на первый приём. А их всего два должно быть. После этих приёмов только к мамологу. Ай, короче. Всё так быстро не бывает вообще в этой жизни. А я такая тупица. Короче, новое видео, которое я выложила. Там к нему я прикладывала флаг. И мне что-то не понравилось, как он именно лежал. Я взяла и перевернула его. И вертела, крутила. Пока не перекрутила так, как не нужно. Я просто, когда крутила, вертела, я даже не заметила, что цвета стоят именно не в том порядке. Короче, ну, как обычно, протормозила. Ну, ничего бывает. Я думаю, ничего страшного. Просто там многие начали писать. Ааа, что? Что за флаг? Аааа. В общем-то, теперь вы знаете. А у нас после дождя так в парке хорошо. Ой, свежо, так классно. Я тут зонтиком в куртке. А вчера такая жара была. Так классно было. Блин, мы сходили прогулялись. Ой, вообще супер. Знаете, что я поняла? Не нужно кому-то что-то доказывать, да? Что-то рассказывать. Как тебе плохо. Какие у тебя проблемы. Потому что никому это нафиг не нужно. Просто делай своё дело. И, ну, можешь показать просто, да, что ты умеешь, что ты познал в этой жизни. Так вот, что я познала, так это то, что я буду делать то, что мне нужно в плане похудения, приведения своей фигуры в нормальное состояние. Но, в общем, нытья на камеру уже не будет. Потому что я заметила, что после этого у меня ещё больше руки опускаются. Как бы у меня есть сразу порыв что-то делать, но потом он куда-то исчезает. Буквально вот через день. Поэтому я решила, что нужно заниматься собой и просто никому об этом именно конкретно ничего не говорить. Вот. Кто-нибудь видел когда-нибудь, как мусор выносят на машине? Именно подъезжают на машине к баку и с водительского сиденья открывают окно и выбрасывают мусор, не выходя. Это вообще просто рука-лицо. Рука-лицо. Бывает же такое. Мне так хреново стало. Да, давай уже. Понизилось давление, короче, и всё. Я думала дальше ещё пойти, дела поделать. Но всё. Никаких дел, потому что... Ой, блин. Такое состояние какое-то. И всё из-за этого перепада погоды. Кто так же метеозависим? Как вы боретесь с этим или как вы выходите из этого состояния? Потому что у меня давление, я померила 87, по-моему, на 64, что-то такое. И пульс у меня 74. Короче, вот здесь давит слабость, какая-то горячая дрожь по конечностям. У меня вот именно такое состояние у меня первый раз. Сидела, отвечала на комментарии только что и чуть сознание не потеряла. Сейчас подышу свежим воздухом немного и пойду прилягу, включу какой-нибудь фильм. Хотя у меня в глазах вот просто всё двоится мне жутко просто. У нас, кстати, солнце вышло. И погодка налаживается, хотя со вчерашнего вечера лил дождь. А сейчас вот солнышко, облака, белокрылые лошадки. Ладно, надышалась уже, пойду. Я, короче, увалилась благополучно на удобную кроватку. Только не подумайте, что я там жалуюсь. Ну и нет, просто, знаете, вот страшно становится. Чем дальше, тем страшнее. Страшно за своё здоровье. Самочувствую, ты видишь, что, блин, ну год за годом как-то становится ни хрена не легче. Вот, хотя никто и не обещал. Просто, не знаю, вот накатывает, и я включаю камеру и говорю свои мысли какие-то. Может быть, кто-то так же переживает, когда у кого-то происходит что-то подобное. Просто как-то вот так вот. И я понимаю, что дальше ещё хуже будет. Блин, ну мы все живые люди, мы все умрём когда-нибудь. Ну какие-то свои вот, да, неподдельные мысли, неподдельные чувства. Хочется запечатлеть, да, и оставить на всю жизнь себе. И потом просто как-то, не знаю, наверное, в старости самой себя поржать. Я люблю, кстати, душевных людей, которые вот обычно, без пафоса, спокойно могут о чём-то рассуждать, о чём-то таком обычном, обыденном. Но рассуждают так мудро, что, блин, даже завидуешь этим людям и думаешь, блин, мне бы так. Но мне до этого... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Включу сейчас себе фильм какой-нибудь или сериал и буду втыкать. Оно, конечно, круто валяться, да, целый день на кровати. Ну или не целый день, а какое-то время. Блин, ну вот сегодня мне хотелось пойти и сделать какие-то дела. Ну, когда я хочу, я не в состоянии. Когда я не хочу, то обязательно нужно куда-то бежать, обязательно нужно идти куда-то что-то делать. И я это ненавижу. У меня бывают такие моменты, когда я вот решила сегодня, и у меня такое желание большое есть, да, посвятить себя именно вот каналу, да, я хочу заняться там чем-нибудь. Блин, и как назло подворачивается куча дел. Именно вот твоих дел, которые не относятся к каналу. И я так психу, я думаю, да ну, блядь, ну вот почему, почему именно в этот день, почему вот не в любой другой, почему вот сегодня, когда у меня вот стоит совсем на другое, можно так сказать, но нет. А сегодня у меня как раз вот стоямба на то, чтобы пойти порешать все дела, именно свои обычные, обыденные, бытовые, жизненные. Как-то вот так. Я, кстати, написала парню о своем плохом самочувствии, и, в общем, срывается с работы, сейчас едет домой, чтобы побыть со мной. Да так мило! Ну раз так, то... Не болейте, в общем. А кто болеет, выздоравливайте.